Всем привет, ребят! И перед тем, как начать прохождение, я бы хотел заранее извиниться и предупредить вас о том, что качество аудио и видеоряда, к сожалению, будет далёким от идеала из-за отсутствия всяческих профессиональных вундервафлей для этой деятельности. Но я постараюсь выжать максимум из того, что есть для поддержания минимального комфорта при просмотре моих роликов. Ну а заодно я хочу добавить, что видео будет, к сожалению, пропитано низкосортным туалетным юмором, умалишённым бредом и нетерпимостью к просроченным пенам для бритья. Поэтому убедительная просьба убрать от экранов особо впечатлительных женщин и беременных детей. Спасибо за внимание. Погнали! Итак, время час ночи. Это значит, что настала пора строить кирпичные заводы. Как вы уже догадались, это вот ласт. Возможно, да. Поздно я его, наверное, прохожу. Потому что, по-говорю, 2018 год, а игра вышла, не ошибаюсь, по-моему, в 2015. Но что поделать? Что поделать? Я столкнул. Для начала я пройду в оригинальную игру, а затем уже приступим к дополнению. Ааа, сложность здесь. Сложность здесь. Ладно, пусть будет высокой. Посмотрим, справлюсь ли я с руками из жопы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 17 сентября 2013 года, тема совет, незаконная деятельность в психиатрических исследованиях мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследованиях мерков в Маунт-Мессих. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину увезенного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Младельцы клиники мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Давайте узнаем. Наша камера. Видно, конечно, очень. Но что поделать. Вряд ли нас кто-то тут встретит, я так понимаю. Так, новая цель. Следователь ученица в Маунт-Мессих. Заметки. Да, причем, конечно, что без камеры лучше видно. Закрыли. Так, чтобы быстро открыть дверь. Ага. Открыть. А походу не закрывается замечательно. Так, лечебница Маунт-Мессих. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт-Мессих, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 71-м году, была вновь открыта в 2009-м компания психиатрические исследования мерков, скрывающаяся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация мерков издавна наживается на филантропии. Но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Что-то я сомневаюсь, что получится. Какие-то БТРы. Что-то. Что-то. Далло. Видео. Для меня использователь. Ну, тут закрыто. Видите, вот. Эх. Всегда приходится входить через черный. Входы. 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 Боже, может, вынесу. Мой русский. Покрясающе. Может быть тут. Покрясающе. Ахх. Так. Эхххх. Входа. Так. Ну, здесь кто-нибудь из-за этого не скинет. Ну, здесь кто-нибудь из-за этого не скинет. Вход. Всегда. да не просто были журналистом просто начать для активации ночное видение ночное видение слабоватой крайне на часах 9 вечера так ребята давайте не будем спешить батюшка боже очень отекабельно закрою подальше что протислиться я ничего хорошего так батарейки нужно для прекрасной подсветки хорошей камеры не понял пациент белья так возраст 19 мужской лечащий врач Карл Хьюстон непроверен состояние пациент утверждает что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжаются соблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя продолжаем четвертую стадию гормональной программы симптомы сперметрия не обнаруживают бронхиальных образований выделить ретроциты на гематокрите снова не удалось крайне высокая степень беспокойства томография показывает ритме быстрого и медленного сна смех в медленной фазе заметки Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебниц и мертвов это показывает серьезные проблемы с безопасностью хотя Билли и утверждает что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера на заметку единственный Трагер работающий на компанию некий Ричард Трагер ответственное лицо в нем следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности а также усовершенствовать систему видеонаблюдения включив биометрическое распознавание психиатрические исследования мерков проект Валерий Дерф лечебница Маунт Месси нет на Билли столько непонятных слов на «Наеяя» в целом я в целом журнале в целом наняю в целом куда лучше не лезть по грязи в освободил прогреть не хочется все плохо очень плохо нет сука нах это труп что же делать это как это пиздец ребята я не могу их бороться ты должен уйти с кем? я могу удалить двери от безопасности и контроля ты должен уйти от этого ужасного Настя явно ничего хорошего здесь нет успел прийти уже уходить так я внутри я внутри повсюду трупы кровь, ожоги, с потолка сысают мертвые ученые головы в ряд словно бутылки в баре, судя по пыджам все из исследовательского все из исследовательского отдела мерков подставная шарашка мерков помогавшие им зарабатывать якобы на благотворительных проектах пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов охватить, интересно как они собирались выкачивать деньги из этой беры, полный психов а этот оперативник они же его как свинью навертелом насадили велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул жаль я вроде не слышал пока еще мог выйти тем же путем по которому пришел действительно жаль пути обратно больше нет главное дыхание его дыхание его обнимается обилен я за занят тоже не будем мешать Закрытка, не удивительно. Здесь мой начальница. О-о-о! Спасибо! О-о-о! 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 И кто ты, тогда? Я... я вижу... Божественный Бог, ты меня отправил в апостол. Господь твою жизнь, сын. Ты есть звук. Да, жаль, мое призвание не в том, чтобы съебаться отсюда побыстрее. О-о-о-о! Все очень плохо. О-о-о! 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 Прямо-о-о! Массаж сердца! Живи, брат! Так, ну, мы отсюда рядом не выйдем. И я начинаю нервничать. Так, корпорация мерков подразделения в США, ордер на арест имущества относительно ареста имущества, психиатрический центр Маунт-Мессиев, психиатрические исследования мерков, район пустыни Маунт-Мессиев, государственное шоссе, 112. Письменные показания под присягой, дания перед советом директоров, заслуживающим доверие агентствам безопасности мерков АБМ, катастрофическое нарушение в работе системы безопасности, заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом подписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы, ваши наследники, отказываетесь от любых исков и требований корпорации мерков и ее дочерним компаниям касательным действиям АБМ и обстоятельств, которых они были необходимы, невзирая на последствиям. Интересно, но сотрудников тут явно уже всех на фарф пустили. Толбанат, там живой? Так, это у нас подвал, тут что-то мне не хочется туда спускаться, прямо вот совсем. Опа! Ааа, ладно. Жарко. Выгляжу, как будто вырвался из самого ада. Пара сломанных ребер, вытаскивая осколки стекла из собственного скальпа. У меня едва не прикончил какой-то великан изродованный, как будто кто-то прошелся по его голове, терка для сыра. Он швырнул меня в стену с такой силой, что я потерял сознание. Прихожу в себя, какой-то опухший старикан с лицом спившегося, растлетелем малолетних, в самопальном наряде священника, называет меня своим апостолом. Но на это я не подписывался. Повсюду кровавые письмена, не могу избавиться от ощущения, что их корябует этот священник ради моего же блага. Не понимаю, как мне это поможет. Письмаем же блага, опять занято, не мешай. Какой-то склад продовольствия. Запасы на зиму. Оп, трейки. Опа. Тут шизик похоже балуется с дверями. Зимела, разочаровалась. Алло. Так, все, нам надо. Нужна карта, которая у нас, к сожалению, не нужна. Какой-то локер. Опа. Опа. Какой-то локер. Мерка, уважаю. Уважаемый. Так, от Хеллен Греннетт, непосредственная экспортиза проекта Валерия ДР. Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении и немедленно действий со стороны корпорации мерков не требуется. Потенциальная прибыль проекта Валерия ДР остается чрезвычайно высокой. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство в случае должного обращения со свидетельствами, делающих его невозможным. Проект Валерия ДР остается рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающим малой. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как профогенетическое аккормиционирование приближается к стадии производства рабочих моделей. Но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказало серьезную эффективность в сохранении управляемости при прибыльности проекта. С уважением, Helen Granite, Департамент снижения юридических рисков корпорации мерков. Да. Да. Странно. Блин, уже день пятнадцатого числа, что часы идут. Идут. Правильно причем. Чтоб не подсказать, что нам нужен к тому психу. Какие у них утворенные лица. Оливер. Клайд Фейн. И господин, кто это. Так, нам надо попасть как-то туда и, видимо, из вот этих вот офиса. И что это такое? Мушенничая. Трупы, трупы, трупы. Трупы, можно помните. Так. Психиатрическое исследование мерков. Проект Валеридер. Лечебница Малутмысия. Дело номер 136. Пациент Уокер. Вот как раз о котором шла речь. Так. Возраст 32. По мужской лечащий врач Рудольф Вернеке. Запись доктора Уолша. Состояние активность морфогенетического кондиционирования стабилизировалось приблизительно на 2000 хпм. Приход к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Симптомы. Сперметрия обнаруживают легкие умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Заметки. Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных нам себе повреждений. Ограничительные приспособления пришлось видоизменить в связи с его огромным размером. Обширное кожное высыпание соответствует типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи с лба способствует особому введению. Напоминает юношеские опыты с ящерицем Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губы носа. Назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы похоже замедляют процесс морфогенетического кондиционирования. Преобладающим навязчивым состоянием усиленным терапией является повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настоятельно рекомендовано дальнейшее применение средств физического и фармакологического ограничения активности. Я ни хуя не понял. Просто ни хуя. Я так понимаю, локер это тот самый поросеночек. Свинка Пеппа. Что-то я не хочу найти. Так. Уважаемый. Аккуратненько. Апача. Привет, привет. Что смотрим? Интересный пиздец. Не спорим. Вкусно. Врущи сидят пучкой и пялиться в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло, но похоже на чердаке у них совсем пусто. Хотя бы этот нас задушить не сможет. Там грубок. Я надеюсь, они за мной лежать не будут. Не заметит. Очередное место сапоги. Там карточек, что вам нужно. Ну, по классике жанра я должен, наверное, пройти мимо психов и они за мной побегут. Это как-то, в принципе, слишком очевидно. Кажется. Все нормально, ребята? А, не отвлекайтесь. Пожалуй, пойдем дальше. Блядь! Да уйди ты от меня, боже мой. Блядь! 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 Пиздец! Иди таблетки пей. Господи! Блядь! Блядь! Иди, иди! Блядь! Так, не надо! Жопа какая-то! Это блядь! надпись кровью, а не врубная да вы что, опа, не можем спрятаться, не знаю вправдать чего так, да можно открыть двери я умолю как на место так, я не могу спрятаться, быстро, быстро, быстро теперь я понял зачем мой дядя красеночек верзила выслеживает меня нашел досье Криса Уокера в прошлом военного полицейского несколько боевых заданий в Афганистане вся это кровище здесь во многом делало его рук впрочем не только его мать твоя шлюшка ладно, я пошутил ну, уебывай спасибо кстати, я не шутил так, он хлопнул дверью я бы ушел я бы ушел идти за ними что-то не очень хочу так, где нам свет включать так, цель перезапустила в подвале спасибо спасибо я так этого ждал боже мой подвал обожаю подвал люблю люблю замечательно так, программа МК Ультра документ СРВО для подшивки тема гипноз исследование эксперимента 10 февраля 54 года в среду исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маут Мэсси в Колорадо по ниже описанным направлениям краткое изложение первое было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи командно уснуть при указании пальца мисс Джексон и мисс Пирс немедленно пришли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения мисс Пирс было приказано учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия разбудить мисс Джексон находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна пользуясь любыми возможными способами а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее ее ей было внушено что она испытывает днев такой силы что не задумываясь застрелить мисс Джексон за то что та не просыпается второе мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета мисс Джексон и впала в глубокий сон после соответствующего обнушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий при попытке снова вручить оружие мисс Пирс в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора она также полностью отрицала возможность того что предшествующие события действительно имели место быть интересно сейчас тут всех что захипотизировали так давайте надо будет его боков куда-то ходить что подобрать все подобрать что это Продолжение следует...